Я расскажу немножко о себе, да, и немножко потом откреплюсь под аудиторию, потому что я не знаю, насколько ребята в кейли, что называют, плавнами в кейли, в кейли, в кейли, в кейли и так далее, но это у меня займет какое-то время. Значит, меня зовут Максим Паудин, я основатель компании WikiMart, это такая компания, и я это сделал основание компании в 2008 году, когда учились в Стэнфорд в свой свой бизнес, вместе со своим партнером мы вдвоем, с кем мы эту компанию наставали, между двумя годами бизнес-школы, потом мы вернулись, закончили Стэнфорд, запускали эту компанию, вот пятый год, четыре года компании, пятый год она существует, строим мидеророссийский электронный коммерций. До этого я учился в Стэнфорд в школе бизнеса еще, перед этим я был предпринимателем, тоже сделал пару бизнесов, но самый первый бизнес был такой ресторан, который здесь в Москве до сих пор существует, потом была ваша компания, аутсорс, ну, далась услуг, такая была, наверное, была компания. Теперь вот электронная коммерция, в 2016 году я занимаюсь каждый год. До этого я закончил НГУ и канал ПАК, и работал на разных работах. Гораздо менее интересный, потому что кто-то на себе. по поводу оффлайн и онлайн. Отрасль, которую мы строим вместе с коленами, она очень быстро меняется. Когда мы сюда приезжали, первый раз в 2008 году, мы начали, разумеется, встречаться с людьми, которые здесь оперируют. Это были такие владельцы интернет-магазинов, люди, занимающиеся маркетингом в интернете, владельцы различных интернет-ресурсов. Они искренне верили в статус-кво. У нас вообще в России люди искренне верят в статус-кво. Вы не заметили, что страна каждые 15 лет меняется тайную ванру. Совсем надо. Причем это не происходит в последние 30 лет. Это происходит всегда. Я не буду прослеживать путь до 19 века, но если начинать с конца 19 века, сначала 20-го и взять любую дочку, возьмите 502-й, прибавить туда 15 лет, получите 17-й, прибавить туда 30 лет, 15 лет, получите 32-й год. 17-й, 32-й. Прибавить туда 15 лет, получите 47-й год. Еще 15 лет, еще 15 лет и так далее. И когда в 80-м году была предыдущая Олимпиада, оказалось, что коммунизм идет за поворотом. Все будет всегда вот так. И коммунистическая партия вечно. А через 15 лет был 95-й год. И 80-й, и 90-й, это разные меры. А 95-й и, соответственно, 2010-й. Это разные меры. Но самый момент не в этом, а в том, что каждый момент времени, в 95-м, в 80-м, в 70-м, в шаг 5-м, люди искренне верят, что до этого менялось, понятно, что все это знают, а сейчас все, оно остановилось. Теперь вот оно вот так и будет всегда. Теперь вот, как оно сложилось, олегахи там поделились, Путин договорились, все что-то. Вот оно теперь будет так всегда. Вот этот элемент, если не про политику, а про e-commerce, вот этот элемент в электронной коммерции совершенно точно был. Вот мы приехали, говорили, что он собирает сделать? Ну, как бы, есть, понятно, 0.03, вон, а не продает, да, товар, доставка руль, там, еще там, e-house, e-commerce, есть, в конце концов, молоток вот есть, он тогда будет, успешно, озон, понятно, книжками картули, но вот она, клетонная коммерция, что вы еще собираетесь здесь? Мы так смотрели и не понимали, вы что, ребята, серьезно? Вы думаете, что правда, как будет всегда, что самый крупный игрок будет полтора процента на рынке? Вот. И что рынок, вот он, как он есть, дикий, да, без серьезных вообще вливаний, без серьезных игроков, без компетенции, ну, таким вот. Вот это мы встретили такой рынок в 2008 году. Такой рынок самоделкин, и отдельно стоял молоток, который у нас персон-инвестор в таком времени был, и отдельно стоял самоделком озон. Вот так. Вот весь рынок. Ну, и Яндекс.Маркет. Как феномен. Прошло пять лет, и ситуация сильно поменялась. Ну, молоток, он непонятно где сейчас вообще. Если кто монетной маркой где занимается, то и нет необходимости. Озон, это другая история, но она вот тоже там своеобразная, можем по ней поговорить. Яндекс.Маркет идет вперед, делает свои там какие-то изменения, но это не совсем не коммерс, это просто, ну, консюмерный рынок, выисковик там, сервисы и так далее. Ну, не электронная коммерция, не онлайн ритейл вообще ни разу. Зато появилось много новых игроков, очень сильных, очень интересных. Возник UBV, возник UGMAT, и масса иностранных компаний пришло, и хаосские проекты все закрылись, или так или иначе припаркованы в разные места видеомаркты и так далее. Ну, вот, ритон наконец-то все будет поменял. Через пять лет еще будет одно изменение. Одним из трендов происходит вот это вот сращивание онлайн и онлайн. Ну, два с половиной года назад, два года назад, я сам говорил, что, ребята, открывать пункты СМЛУЗ – это бред для этого магазина. Вот. Не надо, неправильно. Сейчас я скажу первый свой месседж, я больше не очень верю в это, кто так говорил, но... Потому что это новый феномен, потому что два-три года назад не было звуки. Сейчас это прямо востребованная вещь. И это такой поиск онлайна, поиск оффлайна. То есть, а что происходит? Онлайновые игроки, которые, именно интернет-компания, они пытаются решить тактическую задачу. Какую? У тебя два процента людей, два процента оборотов происходит в электронной коммерции. Вот весь ритейл российский это, там, риск 700 миллиардов долларов. А электронная коммерция, она чуть меньше 15. 13, 14, вот два процента. Так и получил два процента. Вот. В Польше это 5 процентов. В Великобритании 14-15 процентов. Уже. И понятно нам, игрокам в интернете, очень хочется оффлайна покупать, побыстрее за Тайсин. И мы идем в оффлайне, мы говорим, вот мы сейчас откроем шок-пункт, и вот там вот мы и будем оффлайна продать. Тактические задачи мы и решаем. В обратную сторону двигаются оффлайновые игроки. Начинается видео и заканчивая всеми остальными. Они решают стратегическую задачу. Они говорят, у нас падут продажи. Пуже того, в нашей отрасли продажи, ну если лайк, то лайк смотреть. И вычитать продуктовые пляжи. Все они не делают. Ритейлер Роски, собственно говоря. У нас падают продажи. У нас проблема, что покупатели уходят онлайн. Мы не покупаем с ценами, и вообще все там плохо. Дальше там большие длинные сговоры, просеивая рынок, информация и прочее. Неплата налога. Но суть следующая, что вот есть такая компания, Best Buyments. Она лидер, я не знаю, в медиамах, но она вроде лидер по торговле электроники в мире. Потому что это американцы первым, а большой этап попадается колоссами дальше. Вот. Ее подберемки, если посмотрите на биржу, они там между 10-20% от оборотов. Прибыль вообще наоборот. Много лет. 10-20% от оборотов. Инвесторы, инвестиционный мир не верят, что у компании вообще есть будущие. Несмотря на ее прибыль, размеры. Туда точно не хотят прийти, господа, начиная с этим видео и заканчиваясь спортмастером и всем остальным. Они думают что-то делать. Они решают стратегическую задачу. Они говорят, что мы сейчас будем что-то в онлайн делать, мы будем миксовые форматы, смешивать. Для них это большой челлендж. Но проблема в том, что это вообще другой бизнес. Это вообще другой бизнес. Вот если раскладывать по функции компании, логистика, маркетинг, финансы, коммерция. Вот коммерция ближе всего. Все остальное это вообще другая функция. Ты не можешь прям логиста из NVIDIA, или Горадо, или других компаний, из спортмастера сказать, ну а теперь мы будем делать электронную коммерцию с тобой. Я просто много раз это пытался сделать. Я знаю, с чем листать про логистику онлайн, и пытался научить, как правильно работать в онлайне. По-другому вообще все организованно. Но наибольший раз это происходит, конечно, на маркетинг стороне, потому что маркетинг в онлайне не вовсе. Там есть такие отделы рекламы, которые рисуют картинки, и потом там отверждаются медиапланы, отверждаются генцы. Это не маркетинг, это отделы рекламы. А маркетинг существует в онлайне, такой, как есть в Телекоме, или в некоторых банках. Взять, если у тебя большая компания, и построить целую огромную компетенцию внутри себя, это вообще проблема. Потому что в России с рекрутингом кто-то бизнес устроил? Но самая большая проблема не в этом. Самая большая проблема это противорит, ну как стандартная вещь, игроков, которые находятся на рынке давно, что-то происходит, то, что здесь называется в бизнес-школах словом disruption, здесь происходит на разрыв бизнес-модели. И тебе надо эволюционировать очень быстро, менять. И это против твоей TPI короткосрочных. Почти всегда. В этом и предъявление, собственно, это disruption. Бортальные, месячные, полугодовые, годовые TPI, они про другое. Они тебе говорят, надо делать вот ровно обратно. И поэтому ничего не происходит. Твой год, два, три, пять. Инфидент накапливается, ты идешь мимо. Только воля предпринимателя, который на самом верху стоит, она может как-то, не до конца, но как-то может эту ситуацию сдвигать. Вот с такой проблемой по всему миру, как в России сталкиваются игроки, когда они пытаются мигрировать в ZPI в онлайн. Ребята, ну, это на всем. Когда ты приглашаешься человека, вроде бы нашел на рынке хороший специалист по маркетингу, пригласил в компанию, а его там никто не понимает, три месяца он бьется, и говорит, бляд, уходит. Опять-пять. И это вот происходит постоянно. Это потому, почему возникают такие стартапы. Вики-маркет, вип, все остальные. Ну, вообще, мы едем в стартапы. Но это ровно потому, что есть проблемы эти с нами. Это противоречие к долгосрочной цели. Какие еще вещи по Climb Online? У нас какая тема, да? Мы ее немножко расширим по электронной коммерции. Форматов нет устоявшихся. Есть экспериментальные вещи. Они разные формы принимают. Самые такие странные люди ищут. Это не потому, что кому-то нечего делать, это забавляется. Это потому, что люди ищут. Вот. Ну, например, есть такая форма QR-кода. Расклеивают, фотографируют. Ну, какая-то идея такая прикольная, но это же на что все упирается. А люди так покупают? Не знаю. Если покупают, давайте клеим. Системный заклей. Если нет, то какая-то странная история. Ну, будет пытаться. Второй способ – это терминал. Пожалуйста. Есть компания терминал.ru, которая, в общем, это пытается делать. Есть Enter. Есть еще несколько других вещей. Тоже, да? Не очень понятно. Если я все то же самое могу сделать на компьютере, если я дома или на мобильнике или еще что-то, а оно мне зачем? Чего вот я прихожу, вот терминал и прокачиваю? Потому что я там могу потом G забрать, но какой-то connection не возникает, да? Почему? Если я там могу забрать, то я приходил терминал, он мне удобно. Я из дома это сделаю, заберу и заберу, и потом решу. Тоже так не покупают. Тоже проблема. В Украине недавно есть там компания «Factstock». Она тоже экспериментирует. Это местные мини. Она тоже экспериментирует. Вот они показывали мне и водили меня. Здесь там Киевик был крупный центр океана. Большой. Это наше оборудование. Хороший. И там посередине этого центра такое справок они сделали. Они сделали такое место, где есть терминалы, что питает. Там продавец есть, товар выложен. И там просто Эльдорад недалеко. И они говорят, мы сейчас будем ловить трафик, который идет в Эльдорадо. И они говорят, у вас здесь же дешевле. Вот такая смелая. Но опять же, вижу, люди проходят, смотрят на сторонах. И вот что-то с этим там. Это состоит случайно. Модели ищут. Фоу Эльдор это копия таких же англичан, которые ищут. И пока не находят. И проблема такая, что не просто люди так не покупают. А вот структура затрат офлайнового представительства, офисы, которые продают, она не очень правильная для офлайн-компании. Ты за квадратный метр на заказ, который он неделирует, платишь арендой не за персонал столько, что тебе в 20 раз дешевле заплатить за котельскую рекламу. Или еще какие-то можно привлечь покупать в интернете. Тогда ты говоришь себе, а нафига мне тогда на углу стоять? Я подальше беру, буду платить на котельскую рекламу и людей посылать им в конце концов два шага, которые идут. Вот это делаешь, у тебя становится уже не магазин, а уже становится пункт самовывоза такой классический. И дальше там включается экономика, что за каждый заказ, это такая логистическая уже услуга, не ритейлая. Ты становишься таким логистическим провайдом сам на себя. Но это куда все скатилось, собственно говоря, для онлайн-магазинов. Дальше ты себе говоришь, вообще это не моя работа. Вообще, ну то есть, мне таких центров надо много, там есть декартекс. И хорошо бы это объединить еще всю эту инфраструктуру с другими онлайн-магазинами, чтобы оно вот на всех распространялось, потому что это очень дорогое. И ты становишься, у тебя просто логистический провайдер. Ты его не сам его строишь, потому что, ну просто, кто инвестициям и занимательств знает, что когда ты в онлайн-ритейл привлекаешь деньги, а инвесторов ожидания там одного порядка. Когда ты в логистику привлекаешь деньги, у него у него совсем другого порядка ожиданий. Потому что там длиннее горизонты, там гораздо меньше рисков, потому что это структурный бизнес, но там и меньше ожидания по возврату инвестиций. И привлекать деньги на онлайн-ритейл с высоким ожиданием, вкладок в низковозвратные вещи — это просто неправильно финансово, структурно неправильно. Поэтому тоже не получается. И в итоге пока это все вырастает, потому что все-таки есть отдельно провайдеры логистических услугов, таких сам пунктов самовоза, а есть отдельно онлайн-ритейлеры. И они как-то там могут усиливать, дополнять, обменивать деятельность и прочее, но это все-таки разные бизнесы с разными структурами акционерами, с разными свои полаганиями вообще. И опять же формат ненавидный. С оффлайновой стороны, что происходит? У тебя есть куча трафика покупателей, на них приходят. Ты не хочешь точно отвалиться в ситуацию Bestbuyer, где большинство покупателей приходят что-то там пощупать, купят модели, дайки на Амазон. И это просто приобрело какие-то совершенно диккие масштабы. Витрины для Амазона, типа. Витрины для Амазона. Ты хочешь, то что там может дешевле 20%. Ты хочешь все-таки с покупателем работать. Витрины для Амазона. То есть проделалось, на самом деле. Они опять за счет того, что там наверху стоит предприниматель, они даем им менеджер самого высокого года. И они, конечно, часто идут по этому пути, посмотрим, что не получится. Они называют Omni Channel. Модное слово Omni. В чем дело? Что ты с одним и тем же покупателем коммуницируешь разными каналами. То есть они сказали, что интернет не более чем просто интернет коммуникации, есть еще кол-центр, можно вообще там смс неслать. Самое главное это понять, что это про покупателя. Он пришел, надо ему тут же дать возможность сказать о сайте. Это не более чем экстеншен к бизнес-модели. То есть там важнейшую роль играет то, что называется в маркетинге CRM. Не CRM как система, в которой хранятся данные о покупателях. Это такая земеночка CRM, как набор бизнес-процессов. Часть маленькая. Большинство этих товарищей CRM строить не умеет по двум причинам. Первое, у них практики, ну, как я уже сказал, планетарные. И второе, у них технологии еще нет. Дело в том, что онлайн-ритейл – это очень технологические компании. У нас работает 50 программистов. И 160 человек, которые представлены в России. И это не просто так. Потому что вот тот сайт, который вы видите – это верхушка Аздика. А там внизу ну очень много всего. Там обмены файлами с поставщиками, прайсинг, разного рода правила, по которым беды уходят. В разные площадки. Там контекстная реклама с большим интерфейсом. WMS-система для складывать, где мы управляем на складе. Call-центр один что стоит. Все это связано между собой. Мидл-вейеринг. Это большая вещь, большая история. Управить на чему денег, знать технологии. Чистить технологии, потому что это не стоит дорога. Но у нас есть CTO соответственно, как у нас есть. У нас есть разработка PHP, Java, 1С, архитекторы, аналитики. Много всего этого. Что есть у офлайновых компаний? У них есть несколько программистов. Или даже команда программистов. Которые занимаются настройкой верхней системы. И, как правило, подчиняются финансовым директорам. Почему они подчиняются финансовым директорам? Странно. Ну потому что основной ключевой заказчиков и финансовый директор, который этой системой пользуется. Я такой программисты встречал часто. И, конечно, поэтому офлайновые компании покупают SAP. Вот мы никогда не будем покупать SAP. Зачем нам SAP? Мы делаем свои API-системы, их на себя настраиваем, очень быстро революционируем. Нам нафиг не нужен SAP, не нужна авария, циск, вот эти все слова. Они будут уними для online retail. Unless основатели потратили деньги и инвесторские девелоперы живут. Вот для online retail, конечно, это другая история. Одни технологические компании, купишь SAP, вместе с ним путь девелопер, поставишь на рельсы операции и в этих рельсах живешь. И, конечно, когда ты в такой ситуации лежишь. Теперь я меняю полностью бизнес-процессы, как я с покупателем работаю, и мне так нужен CRM поверх этого всего. Ну, это так на полтора года стоит. Особенно крупных компаний. И не проблема в бюджетах, а проблем нет. Его просто нет. Потому что пока ты туда приходишь, на рынке что-то меняется. Как я говорю, меняется все быстро, иногда есть статус. Вот с этой сложностью они, условно, все ставки, все будут ставки. Ответов пока, что такое Omni Channel, и как будет выглядеть эта вся история с онлайн-коммуникациями с оффлайном покупателями, и как будет выглядеть это последнее миллер для оффлайна, последнее миллер, если человек хочет мне доставку домой забрать, для онлайн-магазинов, таких пока нет. Формат ищется по всему миру. В Англии, например, существует компания, которая за четыре года подстроила то, что в Москве сейчас отсутствует нас. Такая центральная доставка для интернет-магазинов. Они вот умудрились в Лондоне иметь, ну не то, что меньше фром, но не менее сложный транспортный инструктор. Это сделали. С высоким технологиями, большими инвестициями. Ну просто никто не вложил 30 долларов доставку в Москве. И умудрились. Если бы это сделать, то, наверное, можно. А? По курьеру это делать. По курьеру это делать? Ну хорошо. Посмотрим, что по курьеру получится. И, да, это сложно. Это реально сложно. Я пытался, но не получилось. Не то, что я пытался такую штуку построить, но я пытался построить какую-то штуку, в том смысле, у нее самые разные природные коммерции в мире. Вообще, ретейлорные коммерции в мире. В природных коммерции точно. И там есть такая компания, забыл, как называется, которая, например, объединила в заправочной сетке еще каких-то там товарищей и обслуживает интернет-магазин в плане выдачи, там прием-возврат, на один штрих-код посадил. Тоже модель первоназначен будет в России тоже будет делать. То есть, как будет там уже существующую плановую структуру, объединить и найти процессы, контроль качества и так далее. Тоже очень просто. Там много чего на нас есть. Хочем к пути прийти, но это востребование производителя. Вот такие штуки, на мой взгляд, будут возникать. Разрешая вот эту самую проблему или задачу для онлайн, например, и оплайн, и оплайн, соответственно, как-то выгодить собственное общение с покупателем, несмотря на то, что есть эти сложности, которые не бывают. Вообще, вся эта история по онлайну, оплайну, электронной комменции в частности находится на самом начале. То есть, мы первый шаг со всеми делаем. Я помню, где-то встречал интервью господина Блингеева, это основатель Хауссона, удивительной неадекватности высказывания. В 2004 год на дворе он высказывается и говорит, «Ребята, в интернете все уже случилось. Тоисковик построен, почта есть, еще там он пару примеров привел, ничего больше не осталось сделать в интернете, надо тот примерный магазин делать». Мы сделали это, мы делали новый магазин. Но это было до Facebook, до Twitter, и до блога чего еще, и я думаю, что надо следить тоже. Вот, добавка. Вот примерно так же с e-commerce. В самом начале пути мы находимся, и не мы в России, а мы в общем весь, находимся в самом начале пути всей Кишины. Что будет происходить? С электроникой оно ясно, более-менее все. Каких-то новых совсем историй не будет, потому что с электроникой все более-менее понятно. Но в других категориях нас ждут серьезные инновации. Например, еще пять лет назад всерьез были разговоры, и много было о том, будут ли люди одежды в интернете покупать или нет. Вот я уже последние пару лет не помню таких разговоров, а если человек серьезно начинает обсуждать, не знаешь даже с какой стороны начать общаясь гументировать. Будут ли люди одежды в интернете покупать? Это самый растущий сегмент в мире одежды. И давно, да? Быстро растущую. И покупают. Виртуальные примерочные, вся какая-то штука. Она вся вторична. Люди все равно, как с этими пиар-кодами, то есть кто вот себя всерьез там измерит, потом добьет себе этот мобильный приложение, и теперь он сможет... Ну какая-то ерунда, по-моему. Это не ерунда. Как приложение к такому-то бизнесу, как application, да? Потому что, смотрите, в стартапах очень важно понимать, ты что строишь-то? Ты строишь бизнес, ты строишь application, ты вообще делаешь фичку. Ну вот, на мой взгляд, Groupon — это application. Это не самостоятельный бизнес. Он не выживает сам. Он как часть чего-то выживает. Flash Sales такая штука есть. Ее там немножко по-другому, на мой взгляд, надо делать, чтобы не расстраивать какую-то другую сторону. Тут у вас скилли получилось. Но это хороший application. Его можно разбить, кому-то продать, и тебе что-то построить. Уже? 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 Уже. Уже. Уже? 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 Ну, хорошо. Ну, это не бизнес. Это application. Он самостоятельно не живет, не выживает. И таких ошибок в предпринимательстве очень много. Когда ты принимаешь желаемые деньги, я такой бизнес построил. А посмотри, ты строишь некое приложение. Аппликейшн. 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 Он остался в штатах. Я делал этот стартап, он изобретал какую-то указку. Она какая-то очень крутая указка. Технаторе-кликейшн. Он хотел продать, ну вот классовый, Технаторе-кликейшн. Я никак не разбирался в чем, но мне кажется, что это фич. Ну, то есть, птича – это даже не прикиньши, а это вообще даже какая-то такая, ну, какая-то лишняя причина. Ну, люди иногда говорят, как же круто было бы сделать, чтобы можно было бы вот на кнопку нажать, вот это происходило, вот их сверху, да, и вот такая штука случалась. Я говорю, это офигенная идея, наверное, вот если есть индекс компания, то, когда это упадет в их приоритет, они это сделаны. Ты извиняешь. Ну, он говорит, ну, я это сделал быстрее, лучше. Ну, это не бизнес, это птича. Даже не прикиньши. Вот эту разницу надо чётко дать. Добро пожаловать виртуальные примеры, лучше он получит. Я в этом смысле его подъеку, не в смысле, что это вообще не будут люди пользоваться. А Вики Марк? Не, Вики Марк мы строим как бизнес. Мы строим его, ну как, мы же не компания, в интернет-магазин, которые говорили, что мы будем делать сервис для интернет-магазина. И мы вообще не представляем интернет-магазин. Мы про продажу товаров, мы торгуем товаром. Мы покупаем и продаем, мы торгуем. У нас электронная коммерция, финальный интернет-магазин. Ну, может, мы не любили бизнес. Изначально. Какие были? Таковым семьями. Вы видели, допустим, у меня ещё раздекает вопрос. Позиционирование вашей компании. Вы всё-таки представилируетесь как eBay? Или всё-таки представилируетесь как отдельный магазин? Ну, вообще давно не eBay. Давай я скажу, что такое eBay. Вот. Я недавно не себя дам. Вот. Смотрите. Эволюция была моя следующая. В 2008 году мы говорим себе, мы делаем eBay в России. Давай делаем eBay в России. В 2009 году мы понимаем, что мы не делаем в eBay в России. Что eBay в России не будет делать даже сам eBay. Они, кстати, со мной будут создать согласение с командой. И потому что под eBay люди, которые от электронной коммерции непосредственно не увлечены, они понимают eBay в 90-х годах. Есть покупатели. Они же продавцы. Кстати говоря, там были третьи покупатели. Они же продавцы. Было тогда. Они вроде что-то там продают. Там аукционы. Меньше фикс прайк. Аукционы. Больше используют товары, чем новые. И вот такая вот кусок. Это с чего eBay начинается, но оно не так. eBay сейчас это больше все-таки ближе, а не в сторону Xprice. Они мигрируют, как весь мир. В основном все они. Они мигрируют в сторону B2C, а не F2C коммерция. И сейчас eBay это кросс-блодер платформ. То, что eBay. Почти все, что там продается, это кросс-граничная торговля, транс-граничная торговля. И это вообще не операционный бизнес. Вот Google. Вообще не операционный бизнес. Они ничего не делают сами. Хоть с какой-нибудь операционная задача, eBay либо кого-то покупает, либо принимает, либо покупает и принимает. Не X, не Y. Они платформа абсолютно. Он такой сильно ближе к Яндекс.Маку. Как вообще? Вот. И он там, строго говоря, экономист компании. Это их философия. В современном мире это не может быть электронной коммерции, не беря стоп. Не работая со стопом. Чудес не бывает. Мир тогда уже ушел. Вот. Следующие точки мира. Мы даже уже не роботенды. Каково мы себе считали в 2021 году. Потому что мы построили вот эту вот retail компонент. Мы, собственно говоря, то есть позиционирование, это для инвесторских слова, retail, pay, гибридная модель, marketplace, собственно retail. Мы, это для инвесторов. Для покупателей мы ашан. Вот. То есть вот продуктовая бультерия, ашан очень похожа на наш пенсионер. Много, то что. Выбор и ассортимент, и цены. Вот это вот. Вопрос про внутреннюю часть. Получается, что вы привлекаете партнеров для того, чтобы вы имеете в виде поставщиков товара, вы имеете в виду с производителями? Мы их покупаем. У нас есть две части. В marketplace мы привлекаем партнеров, это магазины, которые подают инвестору, маркетплейтную комиссию, и их компенсионер. Это такая гибридская модельность. А там, где мы говорим свой retail, мы там покупаем товар. Мы это делаем хитро, мы не берем на склад, мы интегрируемся с пускучком, с дискомпьютером, на двух уровнях, на технологическом, и на органистическом. Наши машины на эксплуатах каждый день что-то забирают. Наша система постоянно обновляется на отслеживание, не отказывается на продуктах и так далее. Покупатели все этого не видят. Мы имеем 100 тысяч с лишним ассортиментом уникального варда, которого мы назначаем сами цены определяемыми журналистами, вообще retail, retail. Но на складе у нас каждое время находится не больше текста. То есть, если я правильно понял, вы сменили фокус платформы на стендалон такой магазин? Да, но у нас не было никогда фокус платформы. Вообще слово платформы себе закрепили в девятом этапе, потому что он людям сносит голову. Поэтому, когда человек начинает говорить, расскажите мне, чем вы лучше Яндекс.Маркета, я бы рассказывал, что говорить Яндекс.Маркет, потому что мы вообще не платформа никакая, мы онлайн-интейл. Мы просто добавляем к своему retail предложения наших партнеров, делаем для покупателей куда-то более интересное. В метро так работает. У метро на полках лежат мины, товары для метро, да? Товары для ступщиков, которые они поднимают, куда определяют это сантимент. Метро дает какие-то свои не меньше, чем столько-то позиций вот такой-то образного цепей, а все остальное это не будет. Если Алимпопа всерьез идти в Россию, как? Он уже решил. Это безвестный. Причем я сказал всерьез. Как выходитесь в Еванске? Мы никак не конкурируем вообще. Мы не конкурируем напрямую с Алимпопа, с КПФ. Это два конкурента. У них один и тот же покупатель. Покупатель, который покупает товары за рубежом, в разборах так называемых, и готов ждать недели до двух месяцев, готов умириться с тем, что возвратов нет, готов делать стопроцентную предоплату, и вообще его интересует нонктейм, не конкурентный завар, который вы думаете, там чайник на полку надо, а он там ищет какую-то футболку. Вот. Это то, что продает Еванске, это то, что продает Алимпопа в России. Это два конкурента глоба. Мы не так. Можно такой еще вопрос по разистскому рынку юмору компания. Она ближе к вашему? Да. Юмор компания ближе к нашему, но есть два конкурента. Там магазины гипера есть огромный гипермарк в возрасте недалеко. Это Юмор. Это не нашу модель совсем. Другая струкостор, соответственно, другим публикаторам, инвесторам, все другие. Юмор близко к нам, они теплонничные, они внимательные, они разница существенная в возрасте, они вертикальные игроки. Есть игроки горизонтальные, есть вертикальные. Они вертикальные игроки. Разница хаотична. То, что они там добавляют игрушки и еще что-то не делают с вертикальной игроками. Вертикальные игроки – это игрок, который мультикигоритный. В России в онлайне только два таких игрока. Это мы и Азон. Это тоже так, но он просто онлайн, по-моему. Но он тоже мультикигоритный. Ты просто делаешь все по-другому. У тебя другой сайт вообще, у тебя другая логистика, у тебя по-другому работают коммерсы и финансисты. У тебя все заточено на просто тигарейности, как у Абушана и у Минтор. Если ты перепресток, ты вообще по товарам и с едой. Пытаться через перепресток еще продавать мебель там же – будет плохо. Потому что эти машины никогда не продают мебель. Они не ездят с такой частотой. Там мебель просто не влезает. Структура данных, база данных – другая. Ну, мы поляк. Что-то поменяем там еще. Это целый процесс. В онлайне это еще сложнее. Поэтому, если ты с самого начала эти категории тебе очень тяжело, потому что ты огромные деньги у тебя на наладуле, как делаем мы, как делаем газон, но ты имеешь в этом возможность и в разных категориях и ум, которые мы с ним имеем. Скажите, пожалуйста, на практический вопрос. Как менялся уровень конверсии у вас, начиная с 2009 года, какой он есть сейчас, и, собственно говоря, как менялась стоимость привлечения клиента и сколько стоит вам сейчас? Два разных вопросов. Да, ну, как бы… И еще интереснее, естественно, в разрезе категорий. Понятно. По коммерции я знаю две вещи. Первое – конверсия никогда не растет из-за трафика. Вот такая вот штука. Так устроена жизнь. Я не знаю, как это работает, но если у тебя растет трафик, у тебя падает коммерция, если у тебя растет коммерция, у тебя не растет трафик. Ну, вот так оно получается. Второе – и это уже не из личного опыта и интуиции, а из четкого, совершенно, ну, знания, просто, коммерческого обоснования, конверсия прямой связана с этим человеком. Вот. Ее изолировано смотреть нельзя вообще, если ты по больнице не смотришь канал, надо ее отдельно не столько в категории, сколько в канал смотреть. То есть, конверсия от SEO одна, от SEO другая, от, там, не знаю, имейли третья, прямой заход четвертая, и уровень единости определяет. Ну, короче, конверсия нужно смотреть на уровень маркетинговой активности и, соответственно, на канал. И сравнивать одно с другим, а не просто средний. И обязательно делать референс на средний чек, потому что если у тебя средний человек тысяч долларов, то конверсия будет очень низкая. Если у тебя средний чек 10 долларов, то конверсия будет очень низкая. Есть такая корректизация, проявление конверсии на средний чек, а вот он более-менее стабильный. Отвечай на вопрос. Да. Отвечай на вопрос. Можно конкретный вопрос? По категории, например, у вас есть такая категория, как одежда и аксессуары. Очень плохо. Я думаю, это очень слабое. Вот ваши конверсии, которые есть сейчас, по категории. Средний чек? Средний чек там примерно стабильный, он в районе 3000 рублей в одежде. Очень плохая или сколько? Я думаю, там какая-нибудь 0,25 или 0,3 или 0,4. Я не решил, сильно не спрятаться. Точно лучше 0,15, потому что это совсем проще, но меньше половины. Дело в том, что одежда это особый мир. Чувствующий. Ну, не хронический, числовый. Продуктовый. Продуктовый, числовой для одежды. Ну, к примеру, в одежде нужно иметь такую, чтобы прогиблик каталог. То есть у тебя должна быть одно и даже один и тот же товар, в разделе, там, платье для девочек и в разделе, там, красные платья. И это должны быть пересекающие. А там еще может быть много. У меня есть такая штука метасвойства, которые просто реприкальные. Они должны быть гибкие, и ты должен со своими системами быть способен быстро обновлять, правильно обмечить и так далее. Это тоже сложно. Дальше фавлоги есть свои сложности. Ну и так далее. То есть одежда это особый мир. Мы туда идем, мы сильно сейчас лучше, чем были год назад. Через год будем еще лучше, не быстро. Я думаю, что через год у нас будет развалочка. Сколько у вас представлено сейчас по одежде? По одежде? Много. Я думаю, что, я не ошибусь, скажу, 1200. Всего на 3 марта 2 марта уникально. И это не книжки это настоящий маркер. Из них 100 000 товаров, которые мы реально числили с партнерами. Одеждой мы только начинаем заниматься, вот самый первый серьезный, и начнем сидеть в марта. Одежда и аксессуары по одежде? Ну, аксессуары, просто есть еще наушники, как мы берем телефон. Если есть акссуары, то это разное. Если мы говорим про часы, то да. Нет, когда вы сказали про стильную на одежду, ключи размерные или нет? Да, приключаем. Не совсем понятно, с чего началась дискуссия, попытка сращивания оффлайн с онлайн, онлайн с онлайн. Не понимаю, как все изнутри, смотря сейчас по этому семинару и снаружи. Почему не могут договориться оффлайн игры на то, чтобы предоставить онлайн игрокам структуру свою? Ведь она же существует там в те же категории товаров. Хороший, камон. О чем ты можешь с кем договориться? Следующее. Почему Wikimart не выдает свои товары, ну, например, в InVideo? Это вот мой разговор с InVideo неделю назад. Очень просто. Они думают, какой будет формат, функционируют и хотят его написать. мы тоже думаем, а зачем нам наполнять InVideo своим замечательным сортиментом? Получать покупателей какими фонтенами? Или конкурентами покупателей? Не понимаете? Понятно, то есть нет очевидных точек выигр. в InVideo в InVideo можно же пойти по другому пути и искать интернет-магазин на InVideo в InVideo Да я-то за, InVideo не могу. И наоборот. И наоборот. И наоборот. И наоборот. И наоборот. Что ты делаешь? Да я не надо делать. А можно еще права есть? Сейчас я тебе отвечу про коммерцию. Я просто здесь забыл. Да. Почему вырастла, как вырастла коммерция? У нас был период, когда коммерция вообще не менялась. Мы полтора года очень много здесь делали. Так просто. И это такая штука. Ну от каналов там зависит. Но даже если канал канал сравниваешь, ну вот не растет, и у нас просто не хватало ресурсов заниматься сайтом. Это забавная штука, да? Мы говорим, что технологии не только сайт, у нас 50 программистов, а вот сайтов заниматься нет. А потому что там очень много, что не в сайте. Но мы подразгребли свои технологии и за последние полтора года, после небольших, мы сделали очень много сайтов. То есть вот до мая 2012 года сайт Юки-Марта полтора года не менялся практически. Нам всегда где-то плохо, здесь надо заменить, а у нас длинный список, все надо заменить, у нас просто не будет конечный список. Ну, мы не знаем, это загребание. Догнали себя, разгребли то, что называется технологическим долгом. Есть такой понятие в электронном. Ну, в общем, это было. Дальше, соответственно, начали заниматься сайтом. Сначала по одной пиче в месяц, потом две, три, пять. И мы очень много вперед продвинулись, очень сильно. У нас конверсия приросла, ну, наверное, раза в два с половиной. Везде. Везде абсолютно. Везде абсолютно. То есть вы говорите про... И у нас она теперь настолько высокая, если у нас средний чек референс делать, потому что у нас высокий средний чек, что... Средний чек какой? 30. Да. Что... Колеса стоит еще больше 1%, но это положено. Что... Tiger нас показывает... Ну, это опять же, мы не категорийный игрок, да, у категорийных игроков бывает лучше конверсов, а владеликом лучше 4%, например, да, потому что он экономит сильно на трафике, ну, не использует трафик, там прямой заход большой, и то, что он в одной категории, да, вот такая конверсия. Но это непременно. А... Для многих референс игроков очень высокие конверсы. И я это знаю точно, потому что у меня много reference points, Tiger, много портфельных компаний, и мы там топ-3, наверное, на конверсии в едином портфельных компаниях. А все-таки то, что касается стоимости каждого клиента, как она менялась, как она... Она очень сильно зависит, она вообще одновременно растет. Вот она... Это как глобальное потепление, да, глобулок. Температура средняя растет, а стоимость клиента растет. В неделю она быстро растет, а в отрасли чуть медленнее, но вот она растет. И... И... Для Wikimart она более-менее стабильна, если брать... Нормировать... Нормировать бюджет в маркетинге. То есть, как работает контекст рекламы? Япократичная функция, если, наверное, на самом деле. Потому что, чем больше трех денег, тем дороже будет. Там есть скачки. А, логарифмически, вот так. Вот. Там есть скачки. И... если мы оттормируем на маркетинговый бюджет, то у нас это длинно. Вот сейчас, наверное, у нас клиент стоит, если какие-то рекламы, ну, это именно CPC, не важно, сколько у нас стоит клиент, а на CEO стоит, как бы, не очень, не очень правильно. А если брать CPC, то клиент стоит, наверное, ну, от 8 до 12 долларов, зависит от кандидоров. Зависит от кандидоров. Это CPC на платном трафике. Окей? Ну, это на уровне R-Wire 70%. Это значит, уровень давим на газ. Вот. Если мы делаем R-Wire 30%, то есть это уровень отменизируем, значит, каждый клиент плюс срану первой покупки. То бюджет у нас сокращается раз в 4 или в 5, и стоимость клиента у нас падает разом. Будем еще один вопрос? Да. Какой сейчас, который мы вас брали? Как вы с этим работаете? О, это хороший вопрос. Дело в том, что это фундаментальный показатель вообще онлайн-литейла в принципе. Как он от категории опять же записывается? Да. Ну, категория – это просто ответ. Мобильный телефон самый низкий, в детстве второй самый высокий. Это вот просто спектр, и вот можно как-то удивить. Мы это прям опытным путем увидели, а потом еще и вектора построили по-линеарным. У нас там упражняются сериал-аналитики. Работать с этим всего два способа. Существует сейчас. Таня, можно взять телефон? Я думаю, что процессы не заболевают. Посмотрите. Ну, они будут звонить 50 раз. Значит, уровень возврата. Бораздо, кстати, двумя способами ты делаешь. Первый способ – это брендинг. Чем больше ты тратишь на брендинг, лучше кого бы назвал. Тупо. Люди те вспоминают? Отвечаются? В районе интерфейсер, в ту или в другую сторону. Забуду. Вот. Это сказки для инвесторов. Или наоборот. Это инвесторы порочат голову принимать либо в ту, либо в другую сторону. Ты работаешь на развивающемся рынке. Исполняемость российского рынка общая. Он 60%. Более-менее. Был 50%, сейчас 60%. Где-то так. Ну, у нас 70-75%. Ну, вместе с покупательскими отказками. Четыре процента людей просто отказываются от покупки до того, как мы достигли недвижимости. И, соответственно, остальное – там 10-15%, это все наши проблемы, которые мы собираем. Вот. Ты, наверное, сможешь сделать из 75 и 77. И ты прямо очень много денег на это потратишь. 70-80. А потом еще надо тебе год 3 это поддержать, чтобы увидеть какой-то вот это вот. За это время рынок здесь вырастет, ты построишь умами классно. Вот. У меня, наверное, за небольшим деньги даже было. Вот. Это вот история про исполненность. Она, на самом деле, слишком вам еще. Слишком про сервис. Ты, когда оптовки контейнерные стояли, в начале 90-х годов, там вот у всех был один тот же товар. И ты ходил там и покупал, потому что там был на 20% дешевле, чем с комплекта. Нет, они ДС платили, ну, прикольно. Не поднимешь его в государство сюда, я просто не подниму. И там вот можно было сидеть и так и говорить, а я сейчас такой сервис прилету, мой контейнер обязательно вернется. Ну, это я утрирую. Вот. Но мы где-то там, на самом деле. Ну, в начале. Люди идут за низкой ценой, за большим выбором и за о-кей сервисом. О-кей сервисом. Я не верю, что кто-то построит сейчас драматически лучший сервис, чем мы, сделаем и выиграет. Выиграет. И будет. Более того, я даже не верю, что нишевой игрок, который по определению сделает лучший сервис, делает из этого какой-то конкурентность какой-нибудь сервис. Если мы говорим не о масс-маркете, так скажем, а если мы двигаемся... Я только что сказал. Вот. Что нишевой игрок, который сделает лучший сервис, это не конкретное преимущество нишевого игрока сервиса. Нельзя. Я верю, что нишевой, а что его конкретное... В теории, да. И когда-нибудь, в 2020 году, это как говорится правдой. Вот. Как говорил, только в эту пору великую, прийти, прийти. И комиксы заказывать дальше через 3 года неправильно. Сейчас я отвечу буквально быстро. Значит, еще раз. Два и две вещи. Брендинг. Вот если я дам рекламу бренду сейчас, у меня возраст увеличится вдвое. Не зависит от других заразов. Если я, конечно, начну упаковывать везде, то это только художественное дело. Но тем не менее. Нужно гиенический ресерс обыдать. Он должен быть чуть выше рынка. Но разрыв между собой очень дорого делать, гораздо чем возраст. Вот такая вот многократно доказанная логика. И вторая вещь – это CRM. CRM – это великий двигатель возврата. Мы не делаем броню совсем. Будем делать 14. Не делаем ни разу. Мы делаем CRM. У нас возвраты углы есть. И что-то CRM. Ну, немножко. Уравнение вот этого я не видел на практике никогда. Как понятно, почему. Что вы делали и почему вас не научили? Мы делали московскую доставку. Мы к этому обязательно вернемся на другом уровне. Мы делали московскую доставку. Отдельным бизнесом. Нам нужно было продавать цели. И мы пытались продавать это все услуги. У нас даже получалось. Все было хорошо. Но мы параллельно строили Viki Mart. А этим бизнесом надо, еще раз говорю, как я начал, в другой логике управлять другой бизнес. И плохим из нас оказались люди, которые другими бизнесами направляют не на операционном уровне, а не инвесторском, даже продюсерском. И закончат плохо, а большинство не закроет бизнес со 100 тысяч долларов и руками. Такое нехорошее. Не знаю, мне не расскажут, что не сработало. Не, не сработало. Как же ему запахатили? Он всегда делает одно и то же у тебя. И пи-студенты, они очень любят тебе сказать, что это сработало, потому что они тогда сделали это правильнейшее. А вот это не сработало, потому что они тогда не сделали такое правильнейшее. Но это так на бизнес есть. А в реалии всегда есть пуш. А шарм он как-то сам собой поискует. Правильно. А не сам собой поискует. Плохо правильнейшее. Лично правильнейшее. Понятно. Почему CRM увеличивает качество возврата? А, давайте я расскажу, что с QCM. Да, да, да. Придумайте. Это как-то спрашиваю про индекс-маркет. Чем отличается? Я расскажу, что с QCM. Смотрю. В CRM я не имею в виду систему, а-ля там Zibl. Который хранит информацию о твоих клиентах и управляет. Не в этом дело. Это как бы для IP-интеграторов CRM. Для меня CRM это часть маркетинга. Одна из трех основных частей маркетинга. Который направлен на постоянную коммуникацию к клиенту. Какую маркетинговую задачу ритейл решает прежде всего? Это мой вопрос только, что мы собеседуем. А ритейл прежде всего решает задачу перевода в ритейл. Разных отношений постоянные. Такая вот задача. Маркетинговая задача главная. С CRM решает ровное. Если у тебя есть промо-маркетинг, который заставляет людей в первый раз перейти на сайте. Все, что делает промо-маркетинг. У тебя есть продукт, который работает с конверсией. Третья часть маркетинга CRM. Она заставляет людей вернуться. И EDIT – это главный API CRM. Каким мы можем это делать? Понятно, что мы спали народу ссылкой. Но CRM – это не только рассылка. Потому что рассылка – это просто рассылка. У нас не было CRM, у нас была рассылка. CRM гораздо больше. Это постоянная наразменка. Это постоянная взаимосвязь с ними. Это очень много активностей. Которые, в том числе, кстати, повышают конверсию глобальную. Если ты промо-код ловишь, то сразу конверсия выставит скотч. А эти конверсии пообещают. Где товар надо, именно на этом сегменте. Ещё лучше пойдёт. И вот это всё делается рядом. А что за взаимосвязь с CRM? Ты знаешь о нём то, что ты о нём знаешь. И ты пытаешься ему продать что-то, что он с высокой вероятностью купит. И ты будешь рад и вернётся к тебе в конверсию. Ну понятно. То есть, с одной стороны, вы... Человек покупал у тебя в памперсе. Ты продаёшь ему коляску. Или, там, не знаю, коляску-тройск к сезону. Связанную, там, с каком-какой-то ещё в своей компании. Это достаточно сложные вещи по делам. Есть три нерывные, например. Любимая тема на маркетологах, на конференциях. Ну, например, у нас лично работает брошенная корзина. Стандартный кейс, но удивление сложно сделать. Правильно. Человек бросил корзину, он не закрыл заказ. Там достаточно большой процент, как у микро происходит. Он успел ввести свои данные. А мы ему говорим, слушай, ты что-то забыл. Смотри, как классно всё подширел. Ты выиграл. Вот. А это дело серого. Это вот взаимосвязь. А в данный момент вы не отправляете через Gmail или через битаргинг? Да. И так-так. И так-так. И так-так. И так-так. Ну, через битаргинг дольше работает. Как таргинг дольше работает, да. Но Gmail он не хорошо работает. Можно ещё? Давай. Сейчас есть претенденция, попросите меня, что игроки масс-маркета идут в премиум сегмент, премиальные игроки, в частности бренды, спускаются вниз, стараются сделать. Насколько вам эта модель рассматриваете? Вы её или не рассматриваете? Потому что вы совершенно точно сказали, что вы на уровне Ашана. Мы на уровне Ашана. Мы на уровне Ашана. Потому что на бедных этих зарабатывать больше, чем там. А в Ашане не настолько уж бедные люди, да. 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 Хотя потом, как говорилось, по Ашану идут сами. А не своим ударам. Всё-таки не пятёрочка, да. Насколько эта модель вообще не рассматривается и не рассматривается? Вы ходите на премиум сегмент? Нет. Нет. Это не премиум сегментом. Мы с режимом generic. То есть там действительно другие требования к сервису. Там сильный древний дизайн. Вот. Лакшери мы делаем, что-то продаём. Но это точно не mainstream для нас. Они создали там суббрагин какого-то, который позволит вам кандидатам. Ни Витимарская история. Вот. Ну, как бы. Ашан задумал сделать глобус дурмэ. Можно поиграться, наверное, во что-то. У них есть хорошая вещь. Дорогая, дорогая. Дорогая. Не делать их лучше играть. Вот. Наверное, также отдельные вещи, которые у нас. Потому что другие холодильники, авиасты. На какой-то брендингсе или еще как-то начались работать. Не делает нас игроком лакшин, да? Не делает из нас ресторан. Все-таки мы про низкие цены. Да и можешь съединить. Это неправильно. Единственное, что, где вот эти волны возможны, это если экономическая ситуация не изменится. Как сказал один мой знакомый. Экономический кризис – это просто смена, например. Ну, в этом случае, в этом случае нам предоставляется. А, можно вопрос про инвестирование задать? Какое? Про инвестирование. Да, вот. Насколько я читал историю про вас, что вы изначально выложили собственные соства в размере полумиллиона. Да, выложили полумиллиона. И потом вы получили достаточно крупные инвестиции в размере 10-30 минут. И у меня такой вопрос. На сколько сложно получать какие суммы, какие показатели у вас были при этом? Ты знаешь, удивительно проще получать большую сумму, когда ты укладываешь собственные средства. Первый на свете. Особенно, если ты рассказываешь людям драматическую историю. Ну, найдешь она драматически. Она почему звучит драматически? Что продали свои квартиры. Там прям связаночная, но ворачивается. Я не собирался жить в этой квартире. Я продал ее на пике. Я продал ее в начале 2008 года. Нам было очевидно абсолютно, что это пик. Не потому, что мы супер разбирались в недвижимость. Мы приехали из Америки. Там кризис начался в октябре 2007 года. Нам в недвижимость падала вообще кошмар. В Лондоне она падала вообще кошмар. Мы сюда приезжаем. А здесь опять вот эта тема со статус-кво. В России тихая гавань. Там теперь будет всегда. Недвижимость почему-то дорожает. Я пошел, продал квартиру мне. Чувак, который покупает, он мне говорит, а я взял. Вот вчера взял, поменял мне в валюту кредит, и я взял в доллар. Ставка меньше, а она в полтора раза меньше. Но этого причина есть. Не можешь обратно? Нет, уже не можешь. Делку закрыли. Ну ладно, удачно, пожалуйста. В общем, это вот Россия. Никакой драматики здесь нет. Мы продали квартиру, купили себе бизнес. В общем, вот. Коммитмент. Это главное слово, которое, наверное, инвесторы ищут в команде. У нас было несколько конкурентов на тот момент. Был такой стартап Africa.ru, который на полгода раньше до уровня презентации дошел. Был такой, что? Коммитмент. Ну, я не знаю, как по-русски правильно сказать. Готовность в какие-то конца. Вторая вещь. Второй был стартап. Это Руни Вермак. Он дошел до первого раунда команды. Еще несколько. Везде не было конкурентов. Примерно здорово было такое семестре. У нас есть работа в McKinsey. Есть еще там где-то госкомпании. Мы сидим на хороших зарплатах. Но мы готовы все это бросить. Когда на банк увидим 5 км долго. Это немножко другой разговорчик. Ты говоришь. Я, кстати, закончил. У меня был инвестник офферов. Или, там, возможность получить офферы. Я не стал их рассматривать. Продал свою квартиру. И вот полгода строю стартап. Если не дадим деньги, буду делать дальше. Все равно. Какая стадия у вас в этот момент была? Были какие-то обороты? Когда мы принимали деньги, у нас был сайт. У нас была команда из нескольких человек. Была очень красивая презентация. Потому что мы их делали долго. У него партнер. У него хорошие презентации. Были какие-то социальные капиталы. Потому что у нас уже хорошо говорили в правильных кругах. Инвестности. И не было ни одной презентации. У вас вообще, в принципе, не было? Нет, презентации. И вы подняли 10 миллионов? Мы подняли 700 тысяч долларов. И мы подняли 700 тысяч долларов в тяжелейшем рынке. Это был 2008 год. Это самый, самый, самый вниз. Мы очень дешево продали часть компаний из-за этого. Не жальнички. Но зато мы получили smart money. И это очень важно. Если вы строите стартап на долго, а вот как жизнь устроена, что основной value of business, вот это вот мы подумаем. В value of business ты получаешь на 5, 6 и 7 год своего существования, к сожалению, и это то, потому что не может быть в этом, быстро выскочить. Потому что ты 3 года сделаешь. Вроде ты не то, что ноль ты создал, ты можешь выйти. Но ты понимаешь, что если еще год проделаешь, то там будет утворение. Еще год там будет учитывение. И ты туда. Поэтому это просто надо понимать, как бизнес начинаешь. У него exit косточка стоит в бизнесе. Это надо понимать, короче, недооценивать. Поэтому начинать надо сразу в большую сторону. Сразу правильно. Не то, что я сейчас начну это, а через 2 года я начну другую. Начинать надо сразу в большую сторону. В принципе. Так вот. Про бизнес. Отподнять 700 миллионов, 800 тысяч. И спустя 7 месяцев нам позвонили из Тайгера и сказали, нам хотя бы 5 миллионов долларов, чтобы вы не стеснялись. Мы спросили, о чем меняется в наших отношениях. Потому что они были как Ангелы первые. Они говорили, что ничего не поменяется. В общем, они сдержали обещание, ничего не поменял. Он поменялся сильно позже, когда болели уже 30 минут. Тогда уже начались более-менее серьезные парлы. Они сделали общение с инвесторами. Но тогда, например, у них деньги были. Они для нас большие. И у меня вообще никогда них за 5 миллионов было. Тем более просто поднимые. Второе, что... Потом дальше просто накапливаем. Когда мы с этих 5 миллионов долларов начали смотреть, а может быть мы еще построим других инвесторов, оказалось, что много людей хотят поменять. У тебя равновесие очень неустойчивое. У тебя тот краткий миг от того момента, когда никто не дает денег, для того, что тебе хотят дать денег все, он безумно короткий. Вот оно переворачивается моментально. Как только у тебя появляется один-два инвестора, у тебя длинные учебы. И мы натурально отказывали кучу денег. А это в России все поставили? То есть в российских инвесторах? Нет, это все заработные инвесторы. А в американской исключительности? До 12-го года у нас были исключительные только западные инвесторы. А вы выходили на них за счет того, что вы там учились? Мы выходили на них за счет того, что вы там учились, мы использовали стендерс на полную катушку, но это не означает, что это нельзя делать без этого. А американцы были готовы строить компанию, которые... Буквально первые, наверное, форсисты или форсисты это сделали, именно форсисты на интернет, на стартапе. Конечно, гендерсы не сделали. На стартапе. Но мы не были последовательными. Наш последовательный. Я сам несколько минут поднял. Ты сказал смарт-мани. Смарт-мани это почему? Что такое? Ну, смотри, давайте две предположенные истории. Есть у смарт-мани, есть дам-мани. Вот дам-мани это чувак, который датист. Он хорошо лечит зубы, поэтому много зарабатывает. Он очень такой товарищ экономный. 30% своего заработка он вкладывает. Не тратит ни на что. И совсем маленькую часть оттуда. А он готов потратить. Вот. Потом он в этом боится сам себя. И немножко себя распалил. И такой потом все-таки решил потратить не маленькую, а большую часть. И он дает тебе полмиллиона долларов. Вот. И вот это самая плохая ситуация, когда ты ключ оказался. Вот. Потому что потом он снесет тебе всю голову. Ты будешь говорить два раза в день, спрашивать, как делать этот бизнес. Очень переживать. По ночам обсуждать с тобой возможный сценарий. Развитие событий. Вот. Это вот, ну, это вот крайники есть, да. Но хуже, там, российские, это американская история. Российские, они хуже, это, соответственно, подрядчик Газпрома. Крикай домой. Да. Который возомнил себя крутым инвестором. Нет, хуже. Это друг подрядчика Газпрома. Который занял у него денег под какую-то мутную тему. Где-то как-то с чем-то они сошлись. Тот считает, что он должен, а считает, что уже нет. Вот. Дал тебе его деньги не свои. И они у него-то не были на самом деле. Они были вообще чьи-то другие. И просто он фронировал кого-то. И в итоге ты оказался, что у инвесторов у тебя вообще не тот, который не был. Ну, и совсем не трекоричный. Это лутдамбер. Смартфон это люди, которые знают, что они делают. Это профессиональные инвесторы. Которые управляют чужими капиталами. Это, помню, когда официальные инвесторы. Это ангелы. Которые инвестируют свои деньги, заработанные очень похожим близким бизнесом, как у тебя. И они поэтому не понимают, что ты делаешь. Все свои деньги могут тебе помочь. С коннекшенными инспертизами. Это разного рода команды людей. Которые хотят статистически с тобой вместе развиваться. Последняя часть она такая аккуратная. Потому что, по-другому, когда официальная стратегия получила. Ты у тебя не уравниваешься технически. Но, тем не менее, это лучше, чем для инвесторов. Как вы отбирали, как раз в продолжении этой темы, как вы отбирали из этой очереди инвесторов, тех, с которыми хотите работать? Ну, мы общались. Мы просто за два года в бизнес-школе примерно поняли, чем отличается смартфон нам. Мы разговаривали с теми инвесторами, которые у нас уже есть. Они надавали рекомендации. Ты делаешь Utiligence в свой инвестор. Это то, что я делаю до сих пор. Здесь у меня появляются секционные возможности. Надо закрыть сделку. Я начинаю думать. Я делаю Utiligence в свой инвестор. Я спрашиваю у людей, которые с ним работали. Что ты делаешь? Utiligence. Что это? Исследование. Ну, это термин юридический. Когда ты делаешь серьезные исследования бизнеса. Короткое, предметное, отвечающее конкретные вопросы. Это делает твой инвестор с тобой всегда. Это просто часть процесса с этом жанром. Наверное, что это презентация. Просто ничего нет. Он все это делает. Референс чеки. Рынок исследует. Он все это делает. И еще сфотвордовый смоток есть. Бэкград чек, так называемый. Порвалы от денег у кого-то. Не остались ли с тобой недовольные люди. Идет то же самое. Это не процесс. Какой? А когда вы запускались, какая-то сортиментная матрица у вас была? По фроническу и по категориям. И насколько она у вас возрастась, повинялась? Ну как? Она сильно возрасталась. Мы же, когда спускались, решали по разные стороны. Не стоял ли там выбор нарастить на фото-критическую массу и потом выйти в донлайне, да, там, ну, как бы, онлайн-желом характере тем, что там большая ассортиментная матрица? Или там, соответственно, да, там выйти сначала с маленьким ассортиментным ассортиментом, а где мы можем развиваться? Мы провели в этих дебатах первые два года компании. О том, что надо фокусировать. Мы разнулаемся. Невозможно. Надо растить там опыт. Давай заниматься только детским товаром. Давай делать только подарки. Давай делать еще. Давай не делать вот это. Давай не делать там топ. Для нас ассортимент всегда, и это закон жанра в marketplace, всегда был драйвером трафика. Больше ассортимент, а сначала больше. С чего мы начинали? Мы начинали с того, что рядом лежит. Мы брали список магазинов, доступных к нам, и звонили им. Мы начинали с электроники. Сколько? Сколько СТАЮ у вас было в начале? 100-200 тысяч. В девятый год. Это в начале. От 500 магазинов. То есть 200 тысяч уникальств СТАЮ? Да. Это очень быстро делается. И сейчас у вас порядка двух миллионов. Уникальств СТАЮ? Уникальств СТАЮ? Да. Ровно? Не виновники. Не виновники. Не виновники. Ваши взаимоотношения, так скажем, с соушел-медием? Потому что сейчас все это растет, там кто-нибудь показал, но появились мышелисти, что скорее всего появится корзина, там в Твиттере то же самое. Да, но когда в Твиттере появится корзина, это будет конечно. Но на самом деле здесь первое заявление, которое… Лично. Лично. Ваши взаимоотношения не существует. Люди там не покупают. Я про, например, вообще медийный трафик. Ох, конечно. Ты спораживаешься. Особенно с сайта. Вот смотри. Это не про интерфейс. Это не про удобство-неудобство. Это про то с таким вообще майндсетом, да, сознанием заходить туда покупать. Вот представь себе, что ты создала удобный способ покупать коляску. Или там, не знаю, утюб. Да, вот утюб. Очень удобно утюб покупать. И попробовал это сделать в театральном буфете. Я пришел в театр. Выпил кофе. У меня постановка. Ты говорит, слушай, мы тут бензопилы завезли. Их так удобно покупать, забирать. И мне даже нужна один заколад. И деньги-то у меня есть. Ну, я вот в театр. Вот примерно так работает конвертация медийного трафика в транзакционный. А после вот так? Поэтому никому еще не удалось построить, и это много лет попыток, многие профили, построить какую-то транзакционную социальную историю. За исключением дизайнестых вещей. Фаб получает 30% своих заказов от социальной медики. Все стартапы про какие-то дизайнерские штуки, они очень активны в фейсбуке и очень хорошо отменяют. Без виральности товара не работает виральный цикл. И поэтому транзакций нет. Бренд, другое дело. Канал не крупный. В крупном-то людей? Да. А, в смысле покупателей. Да. Очень плохо потом интересуется. Мы делали эксперименты на свои, но, наверное, 10% эффективности от того, как ты... А почему сейчас все идут в социальные сети тогда? Мога, да. Не мога. Не объясните еще раз, пожалуйста. Там стандартный материал сейчас, смейная рассылка, она более эффективна и дешевле. В социальной сети, чем хорошо считается, я отвечу. В социальной сети очень хороши контакты с брендом. Там брендинг нужно. Если вы посчитаете количество контактов, это основной показатель, который тебе продает в файм-виде. Который ты сможешь сделать на рубль в социальной сети и на рубль в телевизоре или, не дай бог, в дисплее open door дисплеем баннеры в Москве, то цифры сильно будут в пользу, ну там будут в порядке. Сильно будут в пользу социальной медиа. Понятно, что это контакт, контакт про розы. Понятно, что там надо аккуратно, да. Но, с учетом того, что файм-медиа почти не умеют вообще иметь контакт, с учетом того, что все, что они рассказывают, про то, сколько раз человек видел ролик по телевизору, сколько раз ты посмотрел с пробки на экран, на экран, на дисплей, это все для любого маркетингу, аналитика в интернете просто какой-то булшит. То есть может быть булшит вред, да. Может быть так, может быть не так, а может быть вообще по уголову. То есть люди в оффлайне привыкли с этим мириться. У них ничего другого нет, у них вот есть медиаплан, там есть какой-то рейтинг, померяя какое-то агентство, и вот надо верить в этот рейтинг. А когда ты начинаешь в цифрах разбираться, ты сможешь вот это вообще полный рейтинг. А там, в целом сетях, точная информация. Человек действительно столько раз видел твой банок, столько-то у тебя увлеченных контактов, столько-то у тебя таких контактов и так далее. Вот. Поэтому вот с этим дисплеймером я бы серьезно думал про про брейзинг в социальных сетях. Единственное, там, конечно, хват. Не хват, а масштаб бюджетного бюджета можно заканчивать эрогично. Ну, как контакт. Вопрос. На вашем сайте написано на айпад, и уже на реке марте, а когда реке марк на айпаде? И вообще, стоит ли создавать сразу уже, по мере роста стайка, мобильные приложения, и наращиваться на все постепенно на всех контактах, скажем. Или лучше, ну, рассчитываются запомнили? Ну, знаешь, это вопрос такой. Люди с мобильников, я по-моему, по-моему, покупают. С маншетников. Да. Маншетников побольше. Но просто, когда ты в e-commerce работаешь, у тебя технология всегда становится будто умной. Спиновная, узкая горда твоего развития. В чем это выражается? То, что хочет сделать маркетинг, коммерция, еще что-то, все делается через технологию. Все. И люди говорят, да, отличная идея, суперская идея. Сейчас поставим очередь. У тебя 9 месяцев. Бэклод так называют. 9 месяцев очередь на этих задачах. И мы им живем эту историю. Если у тебя есть сильный дополнительный долг, то эта штука может быть 9 месяцев. Если нет, то 3-4 месяцев. Ну, вот это так. И в этой истории ты говоришь себе, ну, надо сделать мобильное приложение. И она дальше начинает с приоритетных процессов. Вот это вот так, почему до сих пор у нас нет. Отдельная штука про мобильное приложение. Это больше задача продуктовой, чем нет. Это вообще продуктовая. Задача технологической. Дело в том, что процесс потребления услуги, так как и процесс потребления других услуг, на мобильном, совсем другой, чем на когда-то квадратурном. Он просто другой. У тебя real estate, то, что называется, объем охраны, а у тебя там квадратуры нет. У тебя все другое. И там надо решать какую-то задачу, очень серьезную. Ее решили и решали в 2011 году социальные визиты для себя. В общем, так, думчивые, серьезные и первые попытки real estate сделать мобильное приложение был более убогий. Пока они не наняли очень классного человека, который просто собаку съел на мобильном аж на VIP-маркете. И тогда он, тогда он получился через 10 месяцев. Как и бей? Я не помню. А и бей вообще купил ребят, которые сделали самую удачную мобильное приложение? Сами не смогли. Потому что, ну, это вот отдельная, готовая задача, серьезная. Не так подходить, но и не так скоро, как мы доберемся. Вообще, мы мечтаем в следующем году сделать мобильное приложение. Лучше делать все в самую мобильное приложение? Это зависит от того, что ты делаешь. Если ты подразумеваешь массовое мобильное использование с самого начала, но только вот разные правоуковые вещи. Если ты подозреваешь, что это просто мумно туда дорастет, то тогда, в мобильнике и мобильнике идет очень много. Но там, это про сервис, что ты будешь, что ты должен делать. Поэтому, я думаю, что мобильники, ну, собственно, так же с приложением с самих сетей, мы сделали несколько приложений социальных сетей под конкретные задачи. Мы делали конкурс на 8 марта, который назывался конкурс женских достоинств. Добавили куда эротики, для того, что вообще в интернете работают три вещи для себя. Низкие цены. Мат и голые женщины. Три вещи. А? Котики. Ну, они не в e-commerce. А в Лестер торгуешь грушками котиками. Тогда котики. Котики, правда, номер один даже по версии с трех. Как я узнал у коллег из Mail.ru, что котики это сумасшедшая вещь. Но это просто не в нашей репаркере. А вот все остальное мы умудрились использовать в прошлом году. И вот это было про голые женщины. На 8 марта, на женский день, мы сделали конкурсы женских достоинств, так называемых. Девушки фотографировались. Там не все было по природе. Там была одна из педагогенов, мы ее немножко надавили, получили хороший пиральный эффект. И понятно, что она была самая массовая с точки зрения контакта с брендом. И мы дарили машину. Мы обязательно году это повторяли. Мы подарили машину настоящему. Сейчас мы покупали. Это был наш социальный день. Самый большой проект, который помогал в целом. Ваше личное отношение к таким проектам, как CopyVip, Branding Trends, самый последний? У меня очень хорошее отношение к CopyVip, потому что это светлая инвестовская история с нами. С точки зрения качества инвесторов, с точки зрения, их вообще... Полный этот успешный проект? Безусловно, успех. Он допили до... А почему основной этот был успех? Безусловно, допили до того, что станет CopyVip, в том числе компания вырастет после этого, они поднимут следующий раунд, делают следующий шаг, и он будет строить полмиллиарда долларов, ну, не дошли. Мы просто не дошли. Компания одного совершенства. Нам четыре. Поэтому здесь вопросов не вызывают. Хороший, сильный, понимаете к успеху. Сама модель, просто несколько компаний, сама модель Flash Sales, она ограничена. Она имеет свое ограничение. Этого штофор, собственно, и рекомендационного бирса. Ограничена она с двух сторон. Она ограничена со стороны людей, которые так покупают. Это не general retail. Все-таки покупать через рассылки, ждать две недели, или даже не ждать две недели, но все равно покупать эту рассылку. Но я ни разу не покупал. Это не мейд-стрит точно. Просто количество людей, которые так это делают, их не так много. На другой стороне она еще более сильно ограничена. У тебя просто сток в стопе. Как минимум, сток в хороших брендах, которые люди будут интересны. Но вот она менее ограничена, чем в Rupon, потому что там совсем все по-жестко. Там просто ограничено количеством идиотов, которые готовы платить за Rupon, и людей, которым ты можешь заморочить голову, что они когда-нибудь вернутся на стороне Rupon, не возвращаются никогда. У тебя растет привлечение трафика потенциально, у тебя растет негатив со стороны провайдера. С другой стороны. Не так жестко. Тоже о количественном веществе. Если вернуться к разговору об инвесторах, у вас было там сначала привлечение, вы присматривались, потом начинали выбирать. какие советы можно дать по поводу количества инвесторов, типов, то есть это VC, это фонды, с кем легче работать? Начнем с того, как вы предприниматель понимаете, если можешь работать без инвесторов, надо будет без инвесторов. Я не мог. Я не мог построить большую историю, я ввернулся в Россию, с кем-то мотивом российского корня солнечного, но он построил большую историю. И я знал, что я не смогу сделать большую историю, если я не вложу ни в 9,5 миллионов долларов. Ну, никто мне это не даст. Мне пришлось вместировать. Если можно построить... А мебельно строить не моя была вещь, потому что, ну, и кожа совершенно меняется. Ну, то есть вот все оффлайдовые компании российские, они построены без всяких инвесторов, своими руками, они констриблены чуть ли не с первого дня существования. Это совсем так, на самом деле. Если у наших мыслей, ну, окей, не кэш-позит. Да, потому что оборотные капиталы финансировались, но они безвесные. Вот, в e-commerce нет такого, к сожалению. Это дело. Если можешь работать, но если можешь работать безвесные, то дорога безвесные. Второе. VC это очень плохая история. Потому что VC, ну, венчат специалисты. А? Венчатые капиталисты, они вообще заточены на то, чтобы вытаивали предпринимателей. Серьезно. Одни на этом собаку съели, одни это умеем дело, и VC есть плохие и очень плохие. Двое, да? Вот. Их модель, их бизнес-модель, венчатые капиталисты, она за пределами сверховым долинам вообще не легендастом. Они так, пока просто витражом занимаются, что они чуть больше знают, чем там, чуть лучше, чем тут, и фактически морочат голову своим limited partners, и этой инвесторами. Потому что там 10-летний цифр. Их долго можно помочь. Вот. Вот инвесторы, которые ближе, так называемый, growth equity, да, куда там можно до какой-то степени отнести Tiger, Atomic, а еще несколько других, они сильно интересны. Вот. Но они только в лидерах будут. Если ты, в лидерах большой, тогда вперед успеем. Но вот они самые лучшие. Они вкуснее, потому что это большая система, они меньше морочат. Не столько. Они вкуснее, потому что они умнее, они лучше знают, они щедрее, они дольше, они долгосрочнее в своих там, ожиданиях. Потому что их не давят. И они, ну, просто уровень выше. это определяет его. Вот. Но, если ты стартап-презентация, то это, конечно, точно не будет. Твой кейс англей. Как можно дольше англа. Ангел вот тут все. И чем ангел умнее? Твой идеальный ангел, это человек, который сделал такой же бизнес, как ты делаешь, и продал ему за миллиард долларов в другой стране. У него есть деньги, и он знает, что ты хочешь, что ты делаешь, он верит в историю, и он будет в дом. Мы с тобой вместе вместе. Можно у вас связаться в дом? Глобальная. Ангел инвестирует в свои деньги, в ближайшие тесты никогда не есть в свои деньги. Они менеджеры. Просто наемные. Сервис-прователь. Сервис-прователь. Здравствуйте. Такой вопрос. У меня можно найти сервис. И большинство из них, они то, что в английском есть, слово S. Это просто еще специфика. Им таким надо будет. Они такие шмузеры. Какой вопрос. У меня есть сервис. Уже готовый продукт. Он набирает органические аудитории. У меня сейчас, как бы, два развития задачи. Либо самостоятельно модернизацию, пробовать делать, и так далее. Либо принимать деньги и сделать резкий взлет. А это вопрос... Нет. К тому, каким по правилам ты хочешь быть? Либо лучше. Это такой другой вопрос к себе. К тому, какую жизнь лучше. Потому что вся и та, и другая стоимость она достаточно. И она такая. Вот видишь, хост будет только расти. Идут дальше. То есть, хосты на рынке. И тебе просто себя так понять, ты про нишевой бизнес или про глобальную стоимость? Больше. Вот я точно был про глобальную стоимость. То есть, если бы я делал нишевой бизнес, я бы остался бы... Я бы там делал нишевой бизнес. А глобальная история это обязательно ваши деньги быстро? Ну, быстро. Семь лет. Нет. Нет. Не обязательно. Семь лет. У нас сейчас нет. Нет бизнеса, который стоит миллиард и построен ни с чем я смотрю. Дробок. Ну, дробоксу я думаю, что аккуратно, наверное... Ну, если не семь, то шесть. Ну, ладно. Трифтор. Трифтор в 2008 начат. Нет, в 2007 начат. Ну, тоже шесть, да. Ну, еще раз. Социальные... А, я не говорю... Смотри. Ну, другого сна. Кто? Это Симур Магнит. Это такая интересная вещь. Кто это называется? Твиттер, Facebook, LinkedIn и все остальное. Это социальные вещи. Да? Социальный бизнес. Социальный бизнес – огромный элемент случайности существующего. Нельзя подсказать социальную модель поведения человека. Вот я проведу хороший пример с фотографиками. Много лет уже. Телеконы для людей. Инвесторы, предприниматели и все. Бьются над тем, чтобы создать некий такой вот аналог твиттеров фотографии. Ну, чтобы вот человек фотографировал, что-то так коммуницировал, какая-то коммерция возникала, общалась. Чтобы все это делали. Вот самое главное. Чтобы все это делали. А вот люди не делали. Придумали, что не делали? Ну, люди не делали. Был отличный стартап Calorie назывался. Такой ингредиент создали. Человек, который отмечал за продукт Calorie – это член Санкт-Петербург Никки Марков. Он в Дод Шейк основатель. Ну, они из команды основателей в Плинквере. Ну, что подойдет человек. Таким был там сим. И они подняли 42 миллион долларов. Одну миллион – это один из составляющих партнеров этого. Вот. И вроде как все у них есть. Вот в шишке жизнь удалась. А Calorie закрылся. А Calorie закрылся. А Calorie закрылся. Не делал. Люди так лучше. Снапчат. Так. Посмотрим, что с ним. Просто я объясню, в чем я. Уоррен Баффет это про фондовый рынок сказал. Но, на мой взгляд, это прямо применимо непосредственно к социальной механике. Социальную механику предсказать невозможно. Ее можно только попасть в ней. И потом можно, конечно, поступать, как говорил Уоррен Баффет. Собрать большую площадь на площадь больших людей. Несколько тысяч человек. Дать им монетки в руки. Попросили. У всех, кого в Орел уходят, решки остаются. И по второму. И по третьему. И так несколько сотен раз. Потом осталось трое. Один, значит, книгу написал о том, как монетки бросать. Другой поехал с циклом лекции читать. Третий там вообще семинары видел. Ну, то есть, это вот проект, на самом деле. Чувакам повезло, действительно. Очень многим, кому некуда было. Не менее, как можно было. Можно еще вопрос? Вы достаточно скептически отозвались об ничему, об интегрированных каких-то решениях. Ну, я просто поспорствовать не люблю. То есть, Вы считаете, что в настоящий момент нет удачных примеров, ну, по крайней мере, хотя бы Worldwide, вот этих интегрированных решений. Ну, например, тот же Argos, да? Н. То есть, Вы считаете, это неудачное решение? Нет, оно, наверное, одно из самых удачных. Но это не значит, что оно окончательное что-то. Здесь не про удачность и неудачность. Здесь про эволюцию. Я вот увлекался в свое время эволюцией. Знаете, такая штука? Она не дискретная. Она всегда спектральная. То есть, между видами есть еще разные подвиды. И вот это вот люди придумали, что есть такая штука, как вот растение, а есть такая штука, как вот животное. А вот такого, как это, ну, есть вещи, идите за спектрой. Животное растение. В океане. И так далее. Вот. Очень облюблено. Не-не, ну хорошо, давай, я далеко. Бизнес эволюционирует. Минтем проба отжима. Реперационная. Ребята из связного вытянули модель, где Аргус был в 2000-м году. В 2010-м году. И открыли в 2010-м. Они продолжали эволюционировать, а Энтони. Вот он как вот открылся, так вот он и перелетел. Наверное, им надо было сейчас с улицами. Никуда и не перелетелся. Вот. Потому что это не финальная история. Это не некий устоявшийся вид бизнеса, который вот он вот такой вот и есть, и его может... Он влияет. Потому что еще раз, нет ответа пока. Потому что что у тебя происходит? Ну, две вещи происходят в один раз. У тебя происходит первая вещь, это у тебя оффлайн, онлайн на территории не пересекаются. У нас есть люди, которые покупают на сайте, и люди, которые покупают магазин. Это вот разные люди. Вот по факту. Вот они вот не ходят туда-обратно, как предполагалось. У тебя с энергией не возникает. А вторая вещь, весь твой рост, это про то, что ты должен жить в магазин и продажи выросли. В другом городе. Но ты же вместе с продажами себе и косты вылечишь. Вот. И поэтому ты не можешь взять 100 магазинов, умножить в средний чек магазинов на 100, и потом это все на мультипликатор в онлайн-компании. Не будь на таком мультипликаторе. У ритейла мультипликатора в 10 раз меньше. Вот такой вот. Вы считаете, что потребители, которые покупают оффлайн и онлайн, будут абсолютно не пересекаться? Это вот задача, которую вы имеете решать своим умным, пытаются. Пока решения нет. Я думаю, что решение находится в сервере. Я думаю, что в какой-то степени его решат. Главное, чтобы они постоянно были в диком коммуникационном пространстве покупать. Чтобы они о нем больше узнавали. Потому что в плане ритейла драматически меньше данных. Чтобы человек, когда он что-то решил купить, он упоминал им видео, понимал, где он находится. И это уже происходит. Я уже вижу эти примеры. Насколько это будет массово, устойчиво. Посмотрим. Но вы пока туда не планируете? Мы? Нет, мы такой бизнес. Это планируем. Мы планируем. Насколько планируем. Более личные вопросы. Смотри, я сейчас шел с корпорацией, сейчас стартапы. Много опыта, чисто бизнесовый, гораздо меньше. Частоты как стартапы с почти пятилетним или шестилетним стажем. Можешь сказать мне, допустим, какие причины, может быть, моменты я должен предполагать на своем будущем пути. Через три года, через пять лет. И как-то все это, ну, я по себе знаю, когда много работаешь, очень сложно считать с личной жизнью. То есть, у тебя это получилось? А, это последний вопрос очень простый. Знаешь, это вопрос, когда тебя задают, из-за школы, про life balance, work life balance. И это неправильный вопрос. Если такой вопрос стоит, то надо не баланс искать, а с его деятельностью. Потому что на самом деле, что ты задаешь себе, это значит, что, ну, неправильно, что-то я занимаюсь, мне как-то скучно, мне надо побольше там на руках. Вот. Или там вечером дома проводить. Надо заниматься тем, чем кайф. Без баланса тут, без баланса там. И полный ответ. Вот так, 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 так. Не забыть про вот эту историю с балансом. Поэтому здесь, ну, мать вот так. Я работаю много, работаю все выходные всегда. Но я могу, с полдня уйти, и поднимаю меня опыт. Может мне какой-нибудь. Вот. Сегодня я вот решил не тренировку какой-то, потому что, наверное, по 4-м домовку, и, может, мне прикольно все это не получается. И вот без всякого баланса. Поэтому здесь, ну как, выбираем, что-то брать. Смотри, это успокаивает. То есть, тогда, значит, все в порядке. А если поехали, то скажи, там, 3-5 лет, то есть что-то менялось наверняка в голове, там, из бизнесового опыта? Видение себя будет менять. И заново придется себя, то, что в английском есть, reinvent yourself, то есть заново себя открывать. И это так, болезненно. Вот. То есть эволюция эволюции не только бизнес-модель. Много предварения. Человек должен быть. Есть циклы эволюции. И это происходит внутри даже цикла в самом каждом. Вот. Но это есть совсем глобальный, потому что такой вопрос общий задает. Что касается отсутствия бизнесового опыта. Оно при биолог. Это же такая штука. Ну, где-то будет хуже, где-то лучше. Понимаете, очень важно то, что в английском называется street smart. То есть, когда ты такой уличный товарищ не академический. Вот. Не отменяй академический. Широты взглядов, длины. Но тортопед не такой. Важнее гораздо образование будет. Иначе жизнь ключевая была. Это это самое лучшее. Так. Безусловая вещь. Агрегатор. Агрегатор. Неправильное по отношению к марку. Если не говорить агрегатор спроса, то будет точнее агрегатор предложений. Агрегатор спроса вот так. Каким он быть? Таким же как агрегатор спроса хочет быть любой ритейлер, который хочет больше спроса. Агрегатор если подобрать платформу, то это вообще не правда. Не понятно. Не понятно. Значит, что касается... Сначала задумали машон, которые возят там что-то. Да нет. Нет. Безус моделевая садил. Как было задумано? Как сейчас? Ой. У меня даже слайд такой есть. Есть такая биистория, когда все вроде красиво, правильно, бюджи правильные. Мина, чекбоксы можно включать. А есть реальность того, что сначала мы были просто такой вот перепродавец трафика. Мы очень хорошо делали SEO. И до сих пор было очень хорошо. Но тогда мы делали прямо настолько лучше рынок, что мы просто сгребали весь трафик поисковый и продавали его в магазин. И это называлось, по-моему, процесс. Вот. Неустойчивый результат. Но дает быстрый результат. Мы потом научились делать контекстный план еще что-то. И вот в этот момент нам надо было строить сразу свой ритейл. Мы этого не сделали. Большое что-то. Сделали годом позже. И тогда мы построили свой ритейл. Уже тогда стали действительно не номинально, как мы про себя говорили, мы вообще про e-commerce, а не про управление. А мы реальность стали про e-commerce. Когда мы начали стоком управлять, когда мы начали со стычками, отношениями устраивать, коммерция есть большая. И это все эволюционно. Не надо бояться эволюционирования. Бизнес без эволюции. Это вот в чем проблема у компании, которая очень быстро, как в проекте говорили, очень быстро заморозилась. То есть застыла. Вот как вот она есть и пошли масштабировать. Без проб. До того, как открылся первый магазин, они наняли 400 человек. До того, как, наверное, столкнулись с первой проблемой в бизнес-модели, что вот оно, вот оно проверено, они потратили там 10 миллионов долларов. Уже. Вот. То есть очень быстро. Это вообще не то, что Силикона Долина любит делать. Они любят очень много итераций делать. Надо чупать, 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 чупать продукты. А это в e-commerce тоже надо делать. Вот. И мы, понятно, что не Twitter нам нельзя много щупать, потому что каждая итерация инфраструктуры и много чего другое. Бизнес инфраструктурный в e-commerce. Но мы все равно многое тренировали. Много пробовали. Но и скоро, да. Это нормально. Это часть вообще работы. А эволюция PIVO тогда называют? Ну, не у нас просто называть. А PIVO? PIVO там называют, когда бизнес-модель зашла в тупик. Бизнес вообще, по-хорошему, надо давно закрыть. Вот. И всех отправить домой. Но жалко, не хочется. Есть личные пиво. И такой, ну, у нас PIVO. Вот. А эволюция? Это непрерывный процесс инноваций. Инноваций организационных, технологических взглядов на вещи. Как ты это смотришь. Что ты говоришь. Как ты это расставляешь. Вот. Это вот эволюция. Потом, до конца, бизнес напоминает некую стройную понятную структуру. Как Мигельанджел, который сделал. Отсек все ненужное. Вот у нас культура. Вот. Ну, это вот потом. А эволюция, она здесь сейчас. Поэтому взгляды закопал. Ну, вот. По практике, если я не прав, то, по-моему, на днях Яндекс говорит, что он не будет сам работать с Яндексом. Ну, что я знаю. Ну, твиттер в корзину будет. Яндекс что сделал? Яндекс перешел на модель CPA. Он не сможет перейти на модель CPA вот так полностью. Потому что так не бывает. Потому что есть один нюанс. Магазины за тот же трафик в модели CPC готовы платить в 2-3 раза больше, чем в модели CPA. Ну, вот так устроена модель. В модели CPA они готовы платить. Ещё 2-3 раза больше. Ну, вот так. Это означает, что он не за модели готовы платить? Ну, CBA это модель, когда ты берёшь. CBA. 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 Магазины. И вообще, давайте подумаем. Покупатели трафика готовы платить. Ну, члены продукта трафика. Покупатели трафика готовы платить за тот же самый трафик. Тот же самый трафик. По модели CPA в несколько раз меньше, чем по модели CPC. А почему? Ну, так и строен рынок близкий к другим. Так устроен мир. Вот я у своего преподавателя математики спрашивал, а почему это так? Ну, мир допустим. Это уже не понятно. По модели CBA они ещё в несколько раз больше. Ну, там вообще CBA есть все эти. А CBA? Это когда за 1000 показаний. Это банально. Вот за это люди готовы платить очень много. За то же самое трафик. По CPC это несколько раз падает. Потому что гораздо точнее расчеты, всё понятно. По CTA это падает ещё раз. Потому что ещё точнее расчеты. Проблема в том, что не могут толку насчитать. Ну, там хитро. Ну, грубо да. Но у тебя есть как бы... Там же всё это аукционное что-то. Есть понимание понятия winning person. Это проклятие победителя. Ну, типа я не могу сказать. Определение. Победитель. Это самый дурак. По-моему, лох. Получается. Вот у тебя есть... В экономике просто. Я получил экономику. У тебя есть какой-то объект недвижимости. И у тебя несколько бидеров на него. И у них там разная информация. Вот у того, у кого самая маленькая информация, хуже всех считает. Он возьмёт и поставит больше. И он выберет процент. И вот так оно получается. Вот. Так вот. Так, кстати, месяц. Да, money платят больше. Как разделили с партнёром функционал? То есть кто за что отвечает? Это очень... Это очень... Это хоп. То есть это очень постоянно каждый раз заново. То есть поначалу мы там перепиливали свой функционал, когда стартап там раз в две недели. И пускали. Ты сегодня за логистику, я завтра сама. Ну вот. Потом, ну понятно, вот что-то лучше получается. Где-то как идёт. Корпурально. Вот так и думаешь, что ты делаешь. Оно как-то естественно будет. Да? Вот. Постепенно, постепенно пришло к тому, что компания должна управлять один человек. И это наступает. Просто по двум причинам. Первое. Люди должны понимать, с кем они работают. Кому они рекомендуют. Да? И это важно для человека, который работает с компанией. А второе. Ты просто не успеваешь так быстро синхронизироваться. Потому что внутри мозга одного это гораздо быстрее происходит, чем когда у тебя два человека общаетесь. Не успеваешь. Мы когда начали созваниваться полночи там, ну короче, не сталкиваться. Этим человеком стал я. Я просто более операционный, чем Камиль. Камиль начал заниматься разными вещами, пустами, настоящими проектами, корпоративной структурой, которой он заниматься очень любит. И сейчас он занимается стратегией, фан-рейзингом, вместе с инвестором филейшнс, весь такой внешний девелопер, который мы делаем с большими компаниями вместе. Это все делает внешний CFOs, большой такой девелопер. Буквально. Это нормально. К слову, мы такое же разделение увидели в инвесторе. Там есть очень популярная команда. Там есть отдельный человек, который занимается тем, что он занимает местами. И смотрели, чтобы эта штука работала, вам нужно объединяться на ценности. Правильно я понимаю? Не, ну это надо бизнес, чтобы я полетел, объединяться на ценности. В большом счете, чтобы у тебя полетел бизнес, вместе с партнером нужны вещи. Помимо общей мотивации. То есть она не должна быть разной. Самое правильное разделение 50 на 50. 70 на 30. Одинаковые ценности. По крайней мере, да. Одинаковые ценности. Вы должны одинаково думать про воровство. Вы должны одинаково думать, где границы этики, где не границы этики. То есть вот такие вещи совсем фундаментальные. И вторая вещь. Это нам сенсорно обеспечено. Вместе с училищем. Там много людей отношли кубку. Вторая вещь. Это химия методом. И это не просто доверие. Это вот именно химия. Не так важна комплиментарность ваших наук. Что один больше про мультиматику, второй больше про красивые картинки. Не важно. Если даже вы про мультиматику, иметь кого-нибудь про красивые картинки. Важно другое. Важно, что вам вместе очень комфортно. Вы вместе очень комплиментарны. Там есть один очень важный момент. Люди меняются. Люди меняются. Это как с браком. Поженились. Поженились. Вышли сам муж. Через 12 лет в разный век. А с партнером будет так же. Люди меняются. Настырили. Надо очистить. Есть. Есть. Но даже с учетом того, что это здесь, партнером будет хорошо. Особенно, когда нужно полноценарий включить, но прежде всего нужно полноценарий включить. Можно я объявляю целый последний вопрос? У меня есть вопрос. Не знаю на сколько вопросов. В самом стартапе вашем какую часть вообще была отведена на кастомер-девелопинг. Когда у вас ничего нету. Стива Влада почитал, да? Ну да. У меня вот и здесь, да. Нам бы было проезжало. Мы не услышали личную поддержку. Да. Хороший концерт. И хороший концерт. Точно. Какая часть? Кастомер-девелопинг. На стороне... Мы долго думали, что у нас два кастомера, а потом просто получили полноценные что-то бывает. В принципе, два кастомера. Это у меня. У меня один кастомер. Если я говорю, что это два кастомера, у людей технические проблемы, не понимая собственности детей. Вот. Мы девелопинг кастомера на стороне магазинов. Много. Может понимать, что им надо и так далее. А с покупателя... Да нет. За нас это сделал рынок. Мы как бы не в инновационном спектре, что ли, продуктовом. Когда ты строишь социальную сеть, тебе серьезно надо задуматься, что ты такого делаешь для покупателя. Ты ему зачем? Ну вообще весь консумер-интернет. Вот GetTax какой-нибудь. Весь консумер-интернет это про то, что... В чем продукт? Наш продукт был понятен. Купил, привезли. Выбрал, привезли, заплатил. Оставил, ходили в покупку. Вот. И в этом смысле ничего кастомер не делает. Ничего себя какими-то фреймами, да, головосы ременениями сбивать. Вот. Поэтому я предток, что я очень уважаю эту концепцию, ее ограниченность про то, что это про инновационные продукты. Именно продукты. Есть бизнесы продуктовые. Вот Dropbox был таким бизнесом. Надо было... Не было приказ, потому что очень серьезно. Надо было понимать, как человек себя ведет, какой рынок продает там. Это очень важно. Ну что сказать? Попали. Это вот правда. Спасибо, Рокс.